Благое сокровище – добродетельный навык, и ум благие износит из него благое. Ум, божественной любовью движимый, возделывает благие о боге мысли. Движимый же самолюбием порождает противное тому. 80. Ум, движимый любовью к ближему, непрестанно доброе о нем помышляет. Движимый же противным тому предполагает в нем худое. 80. Благих помышлений – причина добродетели, добродетели и заповеди, а их исполнение – произволение благое. Добродетели и пороки, бывая в душе и отбывая из нее, добре или зле настраивают душу, подбегая ее на помышления, враждебные одни другим. 80. Злых помышлений – причина страсти, страстей – прислушание заповедей, прислушание – прельщение чувствами, прельщение – небрежение ума, хранение чувств. 81. Преуспевающих доброе расположение могут еще удобно прилагаться на противоположное, а в совершенных расположения эти бывают неудобно приложены. 81. Силы души – навык к добродетели неудобно приложены, которого достигший говорил, что отлучит нас от любви Божией. 82. Предшествует всем страстям самолюбия, после же всех их следует гордость. 83. Три главнейшие страсти греховное порождение свое имеет из страсти самолюбия. 84. Эти три суть – чревоугодие, тщеславие и сребролюбие, из которых исходят все другие страсти. 85. За чревоугодием следует блуд, за тщеславием гордость, прочее же за всеми тремя 90. 86. За всеми тремя последуют печаль, гнев, злопамятство, зависть, леность и прочее. 87. Молитва. 87. Владыка Всех Христе, от всего-сего избави нас, как от пагубных страстей, так и от порождаемых ими помыслов. 88. В Тебя ради созданы мы, да в Тебе блаженствуем мы, помещены в раю Тобою насажденным. 89. Нынешние же бесчестия сами мы навлекли на себя блаженному услаждению, предпочетши пагубное. 90. За что сами в себе восприяли мы воздаяние, вместо жизни вечной наследовав смерть. 91. Ныне же, Владыка, как всегда презирал Ты на нас и до конца презрителем нашим будь, как воплотиться ради нас благоволил, так и спасти всех нас. 91. Ибо спасти нас погибших пришел Ты, не отлучай же нас от части спасаемых. 92. Воскреси души и спасите леса, очищая нас от всякой скверны. 93. Сокруши узы от держащих нас в страстей, как сокрушил полчища нечистых бесов. 94. И избави нас от тиранства их, да послужим Тебе единому свету вечному. 94. Тогда по воскресенье из мертвых с ангелами составим единый блаженный и вечно неразрывный хор. 95. А в Уфаласе, сотня четвертого, кое окрастих такой, но молись прилежно Богу нашему, да избавимся от зовы настоящих и ненастоящих, а только почитаем их такими. 95. Кто ум свой отрешил от любления и ласкания плоти, тот же во творящем духом умертвил деяния плотские. 96. Не думай отрешить от склонности к плотскому, если ум твой еще занимается тем, что свойственно плоти. 97. Как плоти свойственно чувство и чувственное, так душе свойственен ум и мысленное. 98. Отвлеки душу от чувств и чувственного, и ум твой пребывать станет в Боге и заниматься предметами духовными. 99. Родственны божеству умные и естества, а одним умом познаваемые. 99. Чувства же и вещи чувственные созданы на служение уму. 99. Дослужить тебе чувства и вещи чувственные к духовному созертанию, а не к удовлетворению похоти плоти. 100. Повелено тебе умертвить деяния плотские, чтобы трудными подвигами воскресить душу, умершленную с ластями плотскими. 100. Буди господствуем от Бога и господствуем над чувствами, и будучи лучшим, не давай власти над тобою тому, что хуже тебя. 100. Бог вечен, беспределен и неограничен, и благо вечное, и беспредельное, и неизреченное обетовал слушающимся Его. 100. Уму свойственно пребывать в Боге и о Нем умствовать, равно как о Его промышлении и о страшных судах Его. 100. Имеешь власть, склоняйся на то или другое, но будь на стороне лучшего, и подчинишь себе худшее. 100. Хороши чувства и хорошо чувственные, как творения благого Бога, никак, однако же, не могут идти в сравнение с умом и умовым. 100. Разумное и мысленное естество создал Бог, способным к познанию всего и Его самого, а чувство и чувственное произведено полезное этому употребление. 100. Как неуместно негодному рабу подчинять себе благого Господина, так неуместно ум разумный подчинять телу тленному. 100. Ум, не властвующий над чувствами, через них падает в грехи. 100. Ибо прежде он, бывая, чувственными сластями, он обычно порождает непотребство, держа во власти свои чувства, крепко запирая и память. 100. Ибо прежде, через чувства, полученные впечатления, потом через воспоминания о них снова приводят в движение страсти. 101. Приутруждай тело и чаще молись, и скоро избавишься от предвзятых помыслов. 102. Поучайся непрестанно в словесах божественных, ибо трудолюбное в этом упражнении истребляет страсти. 103. Избавляет ум от блуждания по вещам страстным, чтения, бдения, молитвы и псалмопения. 104. Как весна возбуждает растение к оживлению, так и бесстрастие подвигает ум к познанию сущего. 105. Соблюди заповеди и найдешь покой. Возлюби Бога и улучшишь ведение. 10. При болезненном труде и поте лица осужден ты, есть хлеб ведение. 10. Нерадение довело правство до падения, и вместо утешения райских осудила на смерть. 11. Повелевает ты своей Еве блестись в змея, чтобы прельщена была от него, не подала она тебе плода запрещенного. 11. Как по естеству душа живо творит тело, так душу добродетель и ведение. 12. Думающий быть мудрым, ум есть облако безводное, носимое ветром и тщеславия и гордости. 13. Воздерживаясь от тщеславия, берегись от блуда, чтобы, избегая почести, не впасть в бесчестие. 14. Избегая тщеславия, к Богу воззревай, чтобы иначе не впасть в самомнение или блуд. 15. Тщеславие свойственно действовать на показ, а гордости уничижать других и гневать. 15. Избегая чревоугодия, блюдись от человека угодия, желтизну лица своего притворно показать ухитряющегося. 16. Прекрасно пощение, радующееся малоястью и довольствующееся скудоястьем, избегая при том и человекоугодия. 16. Постясь до вечера, не наедайся до света, чтобы не оказаться с отъедающим опять то, что только что разорил. 17. Воздерживаясь от вина, не пей много и воды, ибо иначе все же ты доставишь материал для блуда. 17. Гордость заставляет отступать от божественной помощи, на себя надеяться и воздыматься над людьми. 18. Два предлежат врачебное средство против гордости, которым, если кто не воспользуется, встретит и нехотит третье, очень жестокое. 19. Гордость прогоняет молитва со слезами, никого не уничижение и невольные скорби. 20. В разумлении через искушение есть жезл духовный, научающий смиренно мудрию того, кто надымается в неразумии своем. 21. Умное дело не подчиняться помыслу того, кто тайно наговаривает на ближнего. 21. Как огородник, не выполняющий сор, не выпалывающий сорных трав, заглушая через них овощи, так ум не очищающий помыслов губит подвижнические труды. 22. Разумен муж, который слушается совета, особенно когда совет предлагается по Богу духовным отцом. 23. Умерчленный страстями совета и понять не может, и подчиниться духовному наставлению совсем не способен. 24. Неприемлющий совета неправыми путями шествует, но всегда носится по стремнинам и пропастям. 25. Монах ум, отрешившийся от чувственного и помысла свостолюбивого, даже и видеть не попускающий. 26. Врач ум, себя уврачевавший и тем, чем сам уврачевался других врачующий, взыщи добродетели и затем ревнуй не потерять ее, чтобы не жить срамно и не умереть немилосердно. 27. Господь наш Иисус Христос всем даровал свет, но неверующие Ему сами себя держат во тьме. 28. Не почитай малым лишение добродетели, через это смерть вошла в мир. 29. Послушное исполнение заповедей есть воскресение мертвых, ибо жизнь есть естественное следствие добродетели. 30. За умершлением ума через преступление заповеди необходимо следовать из смерти тела. 50. Как Адам, приступив заповедь, подпал в смерти, так Спаситель, послушлив быв, умертвил смерть. 30. Умертви грех, чтобы не воскреснуть мертвым, и от смерти малой не перейти в великую. 31. По причине преступления Адамова Спаситель воплотился, чтобы, разрешив клятву, всех воскресить. 31. Из жизни этой в жизнь вечной переходит тот, кто умертвил страсти и освободился от неведения. 31. Исследовав Писание, найдешь заповеди. 32. А исполнив сказанное, освободишься от страстей. 33. Исполнение заповедей очищает душу, очищение же души делает ее причастной света. 34. Древо жизни есть познание Бога, которого, причастным, сделавшись чистой, пребывает бессмертным. 35. Начало жизни деятельной есть вера во Христа, конец же ее – любовь к Богу. 36. Иисус Христос есть Господь и Бог наш, даровавший нам веру в Него для получения жизни вечной. 36. Он явился нам, соединив Божество с душой и телом, чтобы, как Богу, избавить от смерти и душу и тело. 36. Стижем веру, чтобы прийти в любовь, из которой рождается свет ведения. 37. С достижением веры вот что последует – страх Божий, воздержание от сластей, терпение трудов, надежда на Бога, бесстрастие, любовь. 38. Из искренней любви рождается ведение естества. После же него наступит исполнение верха желаний, то есть благодать богословия. 39. Ум, обуздывающий страсти, всеконечно обуздывает из силы страха Божия, веруя в Бога и в то, чем он угрожал и что обетовал. 40. Кому дарована вера, от того требуется воздержание, которое, утвердившись, рождает терпение, поддерживающее трудолюбивый навык. 41. Признак терпения есть любовь к трудам, на которых, опираясь, ум восприемлет упование, что улучит, что обетовано и избегнет, чем угрожается. 42. Чаяние будущих благ соединяет ум с чаемым. Прибывая же в всем сочетании, он забывает о благах настоящих. 43. Бросает настоящее, вкусивший чаемого, ибо тогда он все свое желание предает этому последнему. 44. Будущее благо обетовал сам Бог, которому поверивший вожделевает будущего, как настоящего. 45. Знак того, что ум живет в чаемых благах, есть то, если он старается утвердить в себе совершенное забвение здешних вещей, 45. И расширяется в познании благ будущих. 46. Добра и истина, которые научает Бог истины, отовсюду удостоверяя в ней боголюбивую душу. 47. Привечный суть и прежде всех веков, и более ума и слова, благоуготованные наследникам обетования. 48. Соделаем себя сообразными с правилами благочестия, чтобы, уклонившись к страсти, не отпасть от упования. 49. Иисус Христос един есть от святые троицы, и его-то сонаследником имеешь быть ты. 50. Наученный от Бога ведению сущего не станет затрудняться в веровании Писанию о том, что в нем предсказано. 51. Дух Святой, находя ум, обнаженным от страстей, сообразно с тем, тайно вводит его в познание уповаемого. 52. Сообразно с освящением ума, душа руководится и к познанию словес божественных. 53. Установивший тело свое в должном чине и в божественном ведении упражняющийся, самым всем ведением все более и более очищается. 54. Ум, начинающий любомудрствовать о божественных вещах, от веры начинает, и потом среди сих вещей, вращаясь и шествуя, опять веру же достигает, но высшую. 55. Созвертается, что за началом всего любомудрия последует страх, а концу его предшествует любовь. 80. Ум, начиная любомудрствовать от веры, внимающей или понимающей, во что верит, достигает в богословии, простирающиеся за пределы всякого ума, которые определяют верою незабываемую, всегда присущую сознанию, неподвижно в нем пребывающую, и созерцанием сокровенного. 55. Словеса о Боге святыми и блаженными отцами нашими созерцаются не такими, чтобы они были по нему, соответствовали сущности и величию его, но такими, которые суть о нем, о нем открывают нам сколько то вместимо для ума нашего. 56. А разумеется же о нем, то есть о Боге, все слова или положительно, или отрицательно. 83. Так существо, божество, благодать и другое подобное говорятся положительно, а безначальное, беспредельное, невидимое и подобное отрицательно. 84. Поскольку единое естество, превышесущее всякого ума и слова, и едино сокровенное божество святые троицы, то все о ней изрекаемое и созерцаемое говорится, созерцается общее. 85. Как единое божество святые троицы веруются, так и три лица единого божества исповедуются. 86. А значенные выше положительные и отрицательные свойства общеприлагаются ко всей святой и единосущной троице, кроме личных свойств, из которых также и иные положительные, а иные отрицательные. 87. Личные свойства божественных ипостасей суть отчества, сыновства, исхождения и другие, собственно, к лицам прилагаемые. 87. Ипостась определяет естество с личными свойствами, так что каждая ипостась имеет и то, что едино общее естеству, и то, что, собственно, ипостаси. 88. Из общих ко всей святой троице прилагаемых свойств отрицательные почитаются главнейшими, но не так сие относительно свойств личных. 89. Ибо из них, как уже сказано, иные суть положительные, а иные отрицательные, как, например, нерожденность и рожденность и подобное. 89. Нерожденность от рожденности отличается по своему значению, ибо нерожденность означает отца, а рожденность сына – девяносто. 90. Речение и наименование употребляется для уяснения того, что созерцается окрест из числа святые троицы, как сказано. 91. Но не в сущности естества, ибо к ней относящаяся недоведомо для ума и неизреченно для слова, а ведомо единой троицы. 91. Как единое естество божества именуется триипостасным, так, спитая троица, исповедуется единосущною. 91. Отец созерцается и безначальным, и началом. Безначальным, как нерожденный, а началом, как родитель сына. 92. И изводитель Духа Святого, который вечно из него и в нем шут. 93. Единица до троицы движется, прибывает единица и троица, до единицы сводясь, прибывает троицею. 94. И е и зимна есть. 95. Сын и Дух Святой исповедуются не безначальными, однако ж вечными. 95. Не безначальными, как к началу и источнику, относимые к отцу, а вечными, как от вечности, один рожденно, а другой исходно, в случае с отцом. 96. Нераздельным едино божество троицы всегда верно созерцается, и неслиянными триипостаси единого божества всегда верно исповедуются. 97. Личные свойства суть отца – неразденность, сына – рожденность, Духа Святого – исходность. 98. Начало Сына и Духа Святого исповедуются безвременным, ибо как из солнца и из солнца свет, так и они из вечного и в вечном вечно имеют существование. 98. Личные свойства ипостаси неподвижными, неизменными всегда созерцаются, а общее естество или божество – нераздельным. 99. Единицу в троице и троицу воединиться исповедуем, как нераздельно разделяемую и раздельно соединяемую. 99. Единое начало в божестве созерцается Отец, начало Сына и Духа, как родители, источники их вечной и совечных. 99. Беспредельный, что беспредельных, и тричь и едино, сущный суть и нераздельный. 99. Тварей же всех творец, промыслители и судья, есть триипостасный Бог, Отец через Сына во Святом Духе. 99. Ибо говорится, что и с Того, и тем, и в Нем всяческое. 99. Тому слава вовеки. Аминь. 100. Со вечными Отцу исповедуем Сына и Духа Святого, и со безначальными, как вечное и безначальное, имеющее из Него и в Нем свое существование и начало. 100. Они вечно со Отцом и ваосе, и Отец вечно с ними. 100. Не было момента, когда бы Отец был без них, и они без Него. 100. Таков образ бытия единого естеством и триипостасного в лицах Бога, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 100. Святой Феодор, епископ Эдесский. Краткое сведение о Нем. 100. Сын молитвы и видения родителей жителей Эдессы Феодор, когда стал учиться, не показывал способности к учению. 100. Но молился Бога об открытии смысл. 100. Раскрылся он, подключая стратегию во время литургии. 100. И Мельки Юноша, напитав его счетом, внесал ему сладость и единение. 100. И все надеялся, что епископ узнал о том, посетил Феодорова степца, и он остался в обители, где легко и свободно изучил тогда свой круг наук, обтого наставника Сахронии. 100. На 18-м году Лиса с родителями рождал имение, а отделил только часть сестре. 100. И на 20-м году удалился в обитель Святого Савы, все ближе Иерусалима. 100. И где 12 лет пройдет в отпуске жизни и 24 года в затворе. 100. Из этого затвора изведен он был по определению патриарха Фантеохийского и Иерусалимского и рукоположен епископа Эдесского, куда и отправился. 100. Прибывшись в Эдесский, он все силы свои обратил на благоустроение сердца и верующих. 100. На предыне его встречали большие препятствия со стороны магаметан, владетелей города, и неретиков наполнявших его. 100. Видели успешность своих усилий, даже опасность за свои жизни, святой Феодор отправился в Багдад к калифу Мавия, просить милости. 100. И вселив калифа от болезни, он расположил его дать повеление правителям Филики и Сирии и Сапатаны, возвратить в церкви Эдесской достояние ее и препятствовать обращаться в православие. 100. Возвращаясь в Эдессию, он радостно принят был православной пастрой, которая множилась потом обращением юридиков и благотворно была правима ревностным с ним свыше руководимым пастырем. 100. Предвиду приближения смерти, вызывая пастись в прежнюю своей уединенной теле, отправился в святой Феодор в Палестино, где на месте к пустыне подвига в своей скорой скончался в 9-й день июля, когда и память ему положена. 100. В Царьграде тогда царство Михаил с матерью Сеодорой, век, взятый. Предлагаемые здесь 100 достоинспасительных глав, составленные им по просьбе царцев обители, когда он был в стерзотворе. А в них представители греческого добротолюбия писут, оставил ли святой Феодор другие такие писания, застоверность и сказать не можем. Настоящие же 100 глав, им предолюбно составленные, помещаем в ряду других отеческих писаний о презвении, потому что они добрые изображают дело священного презвения. И потому богатые могут стремить духовные пользы тем, которые с достодолжным вниманием будут читать его. 3. Третий том добротолюбия 3. Преподобного и богоносного отца нашего Сеодора, великого подвижника и епископа Эдэшского, 4. То бесеполезнейших глаз. 5. Поскольку Бога благого благодати, отрезваясь от сатаны и дел его, сопитались мы Христу, 6. Как вначале в бане, как и бытия, так теперь снова выночистых обетов, 6. То будем соблюдать его заповеди. 7. Этого требует от нас не сугубый только обет наш, но и естественный долг, 7. Потому что будучи сперва созданы Богом, весьма хорошо, мы должны быть таковыми. 8. Хотя грех, превзошедший от нашего невнимания, произвел в нас и то, что неестественно нам. 9. Но по множеству милости великого Бога нашего, мы опять воззваны обновленной страсти бесстрастного, 10. И искуплены сыною крови Христа Господа, избавившись таким образом от древнего праотеческого преступления. 10. Судя по этому, если мы соделаемся праведными, то в этом не будет ничего великого. 11. Но тем более будем достойны жалости и осуждения будет, если отпадем от правды. 12. Как доброе дело, без права веры бывающего, мертвое есть и цело, и бездействие, 13. Как и вера одна, без делов праведных, не избавляет нас от огня вечного. 14. Ибо любишь и меня, говорит Господь, заповеди мои соблюдет. 15. Итак, если любим Господа и веруем в Него, 16. Засвидетельствуем о том исполнении заповедей Его, чтобы улучшить жизнь вечную. 16. Если же в презрении у нас соблюдение повеления Его, которым покорствует вся тварь, 17. То как назовем себя верными мы, почтенные более всякой твари, 17. И одни из всех их, непокорные повелениям сотворства, 17. И неблагодарными оказывающиеся благодетели. 17. Заповеди Христова соблюдая, 18. Мы ничего тем не доставляем Ему, ни в чем не нуждающемуся, 18. Из всех благ податели, но самим себе благодетельствуем, 19. Заслуживая себе жизнь вечную и наслаждение неизреченных благ. 19. Всяк противящиеся нам во исполнении заповедей Божьих, 20. Будь то отец или мать, или кто бы то ни был, 20. Мерзок нам и ненавищен, чтобы не услышать нам, любящий, 21. Более меня отца или мать, или другого, кого из друзей, 21. Не достоин меня. 21. Свяжем же себя все усиленно исполнением заповедей Господа, 22. Чтобы не быть связанными неразрешимыми узами 22. Злых похотей и десутлительных сквастей. 23. В таком случае изречется и она в присуждении о бесходной смоковне соглашастие. 24. Срубите ее, для чего и земли занимает напрасно. 25. Ибо всякий, говорит, не творящий доброго плода, 26. Рубается и в огонь бросается веки. 26. Побеждаемый похотями и слостями, и в мире обращающийся, 27. Скоро впадет в степи греха. 27. Грех же, содеянный однажды. 28. Есть что огонь в тростнике, 29. То камень, котящийся с горы, 29. То водотечь, расширяющаяся от прибавления притоков. 29. Так это бывает. 30. И всякий грех губит того, кто творит его. 30. Духа через грех выступает из своего естественного сина. 31. И, витяя от этого, исполняя стерними сластей греховных, 31. Делается жилищем страшных зверей, по сказанному. 31. Там покеют оно кентавры. 31. Там внезяца еж и бесы встретятся с оно кентаврами. 31. Исайя 34. 14. Которая суть различные страсти греховные. 31. Когда же она воззовет себя в естественный свой чин, 31. Ибо может, если захочет, пока связано с руки, 31. Укротить себя старательными над собой трудами, 31. И станет жить по закону Божию, 31. Тогда вгнузившиеся прежде в нее звери убегут, 32. А хранители жизни нашей ангелы прибудут в днем веселья и радования, 32. Садиловая день ее обращения. 33. Тогда и благодать Святого Духа найдет на нас, 34. Научая ее ведению, как не только сохранить себя в добре, 34. Но и преуспеть еще более в нем. 35. Молитву отцы называют оплотом духовным, 36. Без которого нельзя выходить нам на брань, 36. Чтоб не быть уязвленными копьями вражескими, отведенными в страну их. 36. Но молитву действенную, чистую, снижать нельзя никому, 37. Если не присидит он Богу вправо тебе сердце. 37. Ибо Бог есть, даящий молитву молящему 38. И научающий человека разуму. 38. То, что душу беспокоит страсти, 39. И приступает к ней избранье, не в нашей власти. 39. Но что замедляет в нас страсти, 40. И приступает в нас страсти и приводит в движение страсти – это в нашей власти. 40. Первое – безгресно, как не в нашей власти состоящее. 41. А второе – если мужественно воспротивить, победим, доставляет венцы. 42. А если послали побежден и будем – подвергает мучениям. 40. Есть три главнейших страсти – сластолюбие, стребролюбие и славолюбие. 41. За ними следуют другие пять духов злобы. 42. А от этих, наконец, порождается много и множество страстей 42. И все виды разнообразных склонностей и греховностей. 43. Почему победившие трех первых начальников страстей и вождей, 44. Вместе с тем не излагает и следующее за ним пять страстей, 44. А потом покоряет и все страсти. 44. Что по страсти сделано нами, о том и воспоминания страсти 45. Но когда страстные воспоминания совсем изгладятся из сердца, 45. До того, что и не приближаются к нему, 45. Тогда это служит признаком отпущения прежних грехов. 46. Ибо пока душа страстно к чему-либо греховному относится, 47. Да то ли надо признавать присутствие в ней владычества греха. 47. Страшки телесные и вещество любивые 48. Обыкновенно умоляется и уведает от телесных извостраданий, произвольных лечений и подвигов телесных. 48. Продолжение следует...